Доброго дня, вы на тротуаре находитесь. Я понимаю, там с локтой машина, почему вам ездят? Ну, не по тротуару. Здравствуйте, мужчина! Автомобиль ваш на тротуаре запаркован. Перепаркуйте, пожалуйста, его. А что вы снимаете? Сюжет. Про то, что здесь нельзя парковаться. Про то, что вообще на тротуарах нельзя парковаться. По телевизору покажете? На YouTube-канале СтопХамСВ. Можете посмотреть. Все, как? Машинку-то уберете? Окей. И что? Сейчас вторая будет. Сейчас будет вторая. Нормальное объяснение. Я не виноват, у меня второй заказ. Что мешает поставить машину вдоль проезжей части и не нарушать? Какой у него тяжелый заказ. Молодой человек, машинку с тротуара уберите, пожалуйста. И что? Нет такого, что на Яндексе лавку можно заезжать на машине. Машинку с тротуара уберите, пожалуйста. Сейчас стикер будет на лобовом. Оформляй. Здравствуйте. Да вон машинки катаются, паркуются. Берите, пожалуйста, автомобиль с тротуара. Что? Берите, пожалуйста, автомобиль с тротуара. Сейчас наклейка тогда будет. Будете привлекать данного водителя? Да. А кто наклеивает мой клик? Если вы активисты за правила дорожного движения, за соблюдение российского законодательства у нас в стране, тогда соблюдайте сами это законодательство. Данный ваш вид деятельности в форме наклейки гражданину на лобовое стекло является порчей чужого имущества. Вы можете заявить, сфотографировать данного нарушителя, выложить на сайт ГИБДД, за что будет привлечен данный водитель. Я хочу заплатить штраф, если я что-то нарушила, но и к ним предъявить претензии, потому что мне нет ароматик. А кто именно, знаете? А? Кто именно, видели? Вот этот молодой человек стоял, не пропустил меня. Хорошо, отлично. А второй молодой человек с микрофоном. А, вот молодой человек, вот эти два. Ветенант полиции Кутеев, врач, совет дула, уколы. Примите какие-то меры? В данный момент мы занимаемся другим правонарушением. Каким? Порча имущества тяжелого. Порча имущества тяжелого? А у вас знаете, что такое порча имущества? А вы попробуйте теперь наклейку эту оторвать. Что такое порча имущества? Мы должны зайти в посылку. А посылку это не обязанности. Вы подождите, можно написать на месте. Приехать в любой момент. И молодой человек поможет удалить. С документами ознакомились? Да, мы в отдел едем. Нет, я не поеду. На каком основании? Будьте добры? На каком основании? Вы выполните мое требование. А если вы не согласны, вы напишите на меня? Вы незаконно сейчас завладели уже моими документами. Я прошу их обратно. Ну ладно. Будьте добры, документы обратно. Все со мной в отдел поедут. Не поедут. Объяснения все на месте будут писать. На каком основании вы забрали у гражданина паспорт? Мы просто сами документы не хотят даже отдавать. Это правонарушение? Товарищ инспектор, я к вам сейчас обращаюсь. На основании вы... Пройдемте со мной. Товарищ инспектор, мне погромче говори, что меня толкаетесь? Не надо, не надо препятствовать. Чем я препятствую? Он обращается. Слушай, если надо в отдел, я вот там напишу рапортах. На основании чего делать? Человека в отдел. Документы будьте добры, обратно. Что значит в отдел человека? Просто так? Не за что? В отдел. За что? Для чего? Для чего он в отдел заставляется? Я сейчас разберусь. Он поедет. Все объяснения я буду писать вместе. Он не поедет. Право не иметь строгать его руками. Он не поедет. Все. А вы что, препятствуете? Чему? Вы препятствуете? Чему? А зачем? Чему препятствуете? На месте разбирайтесь. Мужчина, как вас зовут? Какая разница? Будьте добры. Вы представьтесь. Товарищ лейтенант. Товарищ лейтенант! Он мне долго разговаривает с вами. Будьте добры. Примите у меня, пожалуйста, заявление. О чем вы хотите подать? Какое заявление? Заявление на вашего напарника. В плане, как я могу на своего напарника заявление? Вот так вот. Вам выдать бумагу, мы примем у вас заявление, пожалуйста. Нет. Вы 736 приказ министра МВД прочитайте, пожалуйста. Знакомьтесь с ним. А также федеральный закон номер 3 о полиции. Основание какое? ФСЗ номер 3 о полиции. Я сейчас прошу вас принять у меня заявление. 736 приказ. Принимаю. Так, устное заявление. Или как? Или будете записывать с моих снов? Я записываю на видео ваши слова. Основание для задержания. Основание для задержания. Я не отказываюсь идти. Что творите? Присядьте, пожалуйста, с вами. Меня хватает руками. Мужчина. Вы что творите-то? Мужчина. Я вас прошу, не оказывайте неповиновения. Присядьте сами. А это законные требования? Сами присядьте. Спасибо. Здравствуйте. Хотел бы оставить жалобу на… Девушка. Здравствуйте. Можно, пожалуйста, оставить жалобу на сутринку в полиции? Здесь гражданина в отношении него совершаются противоправные действия. Его сейчас задерживают. А гражданин вам от этого? Он мне знакомый. Глубы общаются. Адрес вызывайте где-то. 2-й Муринский, 10, корпус 1. Да, машина для полиции. Корпус 1. Сотрудники полиции? Сотрудники ГИБДД, также сотрудники полиции. Водителя повезли на переднем сиденье, который будет писать заявление. А наш оптимист сзади, пристегнут заботливо ремнем безопасности, выезжает. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Думаю, 19-й до этого полиции нужно перейти в район в город Шанкт-Петербурга. О, наконец. Мое заявление написать Можете мне дать бланк заявления Я просто гражданин Да Спасибо большое Вот этот Его привезли сюда Кто остальные Спросите у него У меня что спрашиваете Может он вас снимает Вот он вот это снимает Вот у него спросите Так вы дайте мне бланки Вы бланки то можете Я вас слышу Вы мне бланки то можете выдачить Вы все таки дежурная часть Почему вы не можете Я могу написать Потом передать сотруднику В смысле Заявление мне дайте У вас вон как ляске Девушка мне дадите бланк заявления Объяснения То есть вы мне отказываете То есть вы мне сейчас отказываете В том чтобы я написал заявление Ребята звоните в телефон Доверяюсь Тоже буду звонить Дайте пожалуйста еще бланк заявления Будьте добры еще бланк заявления Другим гражданам А вы меня Дайте пожалуйста бланк Чтобы мы уже написали У нас были готовые заявления Нам требуется еще три бланка Для чего паспорта Что еще раз На каком основании Я заявление вообще анонимно могу выдать Без ничего можно сказать На основании Вы знаете что когда пишут заявление Паспорт дают Не обязательно Паспорт не дают Паспорт указ Паспорт не дают Заявление может поступать анонимно Мы не рассматриваем анонимное Вы знаете Вы обязаны рассмотреть любые заявления Любые Извечайте пожалуйста Я могу опять на свои документы от инспекторов получить, которые не изъяли у меня. Нет, девушка. Вот инспектора находятся у вас там. Вы можете у них узнать, когда они мне их отдадут? Долго отправляют слишком. Это уже хищение. До скольки? Они сейчас сказали, что до 3 часов могут проверять по базе документы. Ну, или до 45 часов. Принять заявление некому. Отсутствует сотрудник, который принимает заявление. А как и вот этой даме принимают заявление? Не знаю. А у нее заявление принимал этот инспектор ДПС. У нее заявление принимал инспектор ДПС. Разве это можно? В 19-м отделе полиции возможно все. А как он вообще может принять, если он вообще никакой ошибки не объясняет? Нет, вот у меня заявление, видишь, как бы объяснение. Кто заявление принял, непонятно. Кто брал у меня объяснение, непонятно. Я спросил, а вот что здесь будет писаться? Ждите, приедет сотрудник. Я говорю, а где он? На выезде. Знаешь, как бы один сотрудник на Трисовыборский район. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы, наверное, у вас заявление заявили. Да. Принято. Да, хорошо, прошу. Игорь задержан по статье 20.1. На что? На что у нас 20.1? На хулиганство. На хулиганство, ни с того, ни с сего. Какому... Не из инспектора. Рапорта составили инспектора ДПС. Он задержан по статье 20.1. И младший лейтенант мне сейчас сказал, что он здесь будет задержан. И, скорее всего, завтра суд поедет. Передать товарищу можно? Ну что ж, дорогие друзья, вы все видели сами. Дополнять здесь что-то особо не требуется. Сотрудники ГИБДД задержали нашего активиста якобы за порчу имущество. И водитель автомобиля написала заявление на нашего активиста, что он ей испортил имущество. И у нее появилась трещина на лобовом стекле, которая на самом деле была уже до этого. В протоколе, который был составлен на нашего активиста, значилась уже другая статья, а именно мелкое хулиганство. И наш активист провел ночь в отделении полиции и вышел с этим протоколом и штрафом в 500 рублей. Естественно, все эти действия сотрудников ГИБДД, и этот протокол мы будем обжаловать, будем писать заявление на сотрудников ГИБДД Выборгского района по городу Санкт-Петербург. Что это было со стороны сотрудников ГИБДД? Личная неприязнь к активистам СтопХам СПБ? Либо это их некомпетентность? Мы не знаем. Если у вас есть какое-то мнение на этот счет, просьба писать в комментариях. Делайте репосты этого видео, чтобы его увидело как можно больше количества людей. Возможно, в таком случае руководство ГИБДД обратит внимание на работу сотрудников полиции Выборгского района по городу Санкт-Петербург. На этом у нас все. Ставьте лайк, вступайте в нашу группу ВКонтакте, подписывайтесь на наш канал в Ютубе. Ваш любимый СтопХам СПБ.